Доброе утро, ребята! Доброе утро! Приветствую вас на торговой сессии среды. Возвращаемся традиционно на финансовые рынки. И также хочу воспользоваться возможностью сегодня анонсировать наш вебинар. Это вводный курс. Сегодня состоится первый, ведущий Владимир Бабаскин. Пройдет он в 19.00 по Москве. Я думаю, что, учитывая большое количество возможностей, которые сейчас присутствуют на рынке, очень важно вовлекаться в трейдинг сейчас, осваивать азы и, конечно же, пытаться использовать их. Поэтому сегодня будем рады видеть вас. До вебинара остается несколько часов. Записывайтесь и будем говорить о рынке Форекс. Ну, что касается нашего брифинга, давайте вернемся к нашему традиционному началу. Это российская валита и динамика нефти. Открываем графики USDRAP. Торги уже стартовали. Видим, что на текущий момент актуальные котировки держатся в районе 51, 50, 80 или 50, 70. Это уж совсем точно. Что происходит сейчас на российском валютном рынке? Какие факторы являются определяющими? Разумеется, если мы смогли преодолеть, точнее, даже российская валюта смогла преодолеть мощный уровень сопротивления против американского конкурента, оказалось уже выше 50. Это говорит о том, что на рынке появились факторы, оказывающие негативное влияние на динамику рубля. Достаточно посмотреть на котировки нефти и понятно, что этим негативным фактором выступило как раз черное золото. Бренд у нас смог пробить мощную поддержку в районе 65 и оказаться ниже этой отметки. Интересный фон, конечно же, есть, поскольку все меньше дней остается до самого важного события, касающегося энергоресурсов. Это заседание ОПЕК. Последний раз оно проходило 27 ноября, и мы помним, что по факту этого заседания было принято решение о сохранении квоты добычи энергоресурсов в районе 30 миллионов баррелей в сутки. Это касательно нефтяного картеля. Что касается этого заседания, уверен, оно будет весьма интересным, поскольку уже есть серьезные предположения, указывающие на то, что нефтяной картель вряд ли будет корректировать объем ежедневной выработки. Есть даже предположение, что мы увидим цифру повыше. Соответственно, если ОПЕК сообщит о том, что они увеличивают объем добычи нефти, каким образом это может сказаться на динамиках нефти? Поддержка или напротив фактор разгрузки? Конечно же, это еще больше увеличит предложения на рынке, и на фоне реальных проблем со спросом эта идея продолжит оставаться определяющей для дальнейших перспектив нефтяного актива. Напомню, что до заседания ОПЕК остается все меньше дней. Пройдет оно уже в следующую пятницу, то есть 5 июня, в начале июньского месяца. Я думаю, что июнь среди прочих фундаментальных факторов рискует оказаться одним из самых интересных месяцев этого года, поскольку буквально по ряду ключевых регионов и, соответственно, по ряду ключевых валют нас ожидают очень важные события. Для нефти это ОПЕК. Разумеется, если мы проецируем возможные ожидания касательно того, что будет увеличен объем добычи, значит, действительно, это серьезный фактор разгрузки для бренда. И если мы увидим коррекционную динамику нефтяного актива, может быть, движение в район 60 почему бы нет. Даже сейчас мы видим, что активу, в принципе, немного остается до этого рубежа. Соответственно, рубль в ходе такого ослабления нефти может оказаться выше 55. Но наша цель пока 55, давно мы уже ее обозначили. Сейчас, судя по последней динамике, точнее, динамике последних дней, у российской валюты меньше шансов отстаивать свое позиционирование, обычая против конкурентов американского доллара и евро. И сейчас мы действительно видим, как пара продолжает двигаться в район ослабления, в зону ослабления российского актива и опять же стремится к той цели, которую мы с вами поставили. Что касается других факторов поддержки, мы говорили про налоговый период, но опять же завтра уже состоится оплата основной части, второй части ключевых налогов. Поэтому, в принципе, уже можно говорить, что ключевые российские экспортеры с лихвой запаслись ликвидностью для исполнения этих обязательств. Я не думаю, что этот фактор будет оказывать поддержку рублю. Поэтому, если вернемся еще к действиям национального мегарегулятора Центрального банка, который активно покупает валюту для пополнения золотовалютных резервов, если снова коснемся самого факта того, что ЦБ в случае чего будет сдерживать укрепление российской валюты, Минфин, вы знаете, присоединился к покупкам, еще и есть геополитические риски сейчас актуальные, связанные с событиями на Юго-Востоке. В целом у нас получается очень много факторов, гораздо больше, чем позитивных для рубля, намного больше. Факторов, которые указывают на возможную слабость российской валюты. Поэтому, в целом, сейчас продолжаем следить за нефтью. Интересный факт, что если несколько месяцев назад мы с вами практически каждый брифинг констатировали факт того, что в США сокращается количество буровых установок, которые специализируются на сланцевом разведывании, то вот динамика последних полутора недель указывает на то, что общее количество производства сланцевых месторождений в США сократили, знаете, на сколько? На одну компанию. 65 долларов за баррель, это как раз та цена, которая снова позволила американским производителям вернуться на рынок, и поскольку бизнес снова стал профитным, прибыльным, рентабельным, это, разумеется, снова будет сказываться на росте объемов выручки, точнее выработки нефти, и еще больше усиливает чрезмерные предложения, которые присутствуют на рынке энергоресурсов. И это, опять же, возвращаясь к нашей идее того, что это, в принципе, посыл для того, чтобы делать ставку на коррекцию черного золота и бренда, и WTI. Что касается целей, тут уже определились, давайте переходить к другим активам. Европейская валюта последние полторы недели является в прямом смысле вместе с другими рисковыми инструментами аутсайдером рынка, евро может быть даже одним из основных, поскольку с локального максимума прошлой недели, это 1,14 с небольшим, мы уже просели больше, чем на 500 пунктов. Сегодняшняя сессия восстановительная для европейской валюты, но пока еще не вечер, может быть, это связано с локальной проторговкой по факту таких стремительных активных продаж, но давайте теперь поговорим про фундаментальный фон. Ключевыми факторами разгрузки европейского актива на прошлой неделе послужили, конечно же, заявление ЕЦБ, представителей Европейского центрального банка о том, что стоит ожидать в ближайшее время увеличение программы количественного смягчения. Ждем, разумеется, если это станет фактом для рынка, увидим еще большую коррекцию. Второй момент для европейской валюты, это, конечно же, ситуация с Грецией. Все меньше дней остается до исполнения обязательств, денег, как вы знаете, прекрасно знаете, что нет. И последний комментарий со стороны Греции о том, что они реально могут не исполнить своих долговых обязательств перед тройкой международных кредиторов. Почему? Потому что вся ликвидность, которая была доступна, даже в рамках каналов экстренного финансирования, она ушла на прошлый транш. И если соглашения не будет, если тройка кредиторов не пойдет им навстречу, а я не думаю, что пойдет, значит, получается, что Греции придется объявить технический дефолт и следующий этап этого негативного сценария может оказаться выход из состава валютного блока. Что касается возможностей договоренности, тройка кредиторов готова разблокировать транш обещанной ликвидности, там порядка 7 миллиардов евро. Но для этого нужно, чтобы Греция реформировала пенсионную систему и рынок труда. То есть это говорит о том, что Греция должна вернуться, что касается политического курса, к мерам жесткой экономии. Помните, что Сириза одержала победу только потому, что обещала стране, что с мерами жесткой экономии покончено и прежнему политическому строю уже не бывать. Сейчас, получается, возможность компромисс упирается в то, что они должны нарушить свои предвыборные обещания. Ну и в любом случае, с какой плоскости мы бы сейчас не рассмотрели эту ситуацию, это все равно риски любого формата, экономического, политического и, разумеется, негативный фактор для европейской валюты. И третий, скажем, серьезный прессинг, который сейчас оказывается на рисковые инструменты, это, конечно же, полномасштабное укрепление доллара. Все началось с прошлой пятницы, когда мы анализировали данные по индексу потребительских цен базовой инфляции в США. Она подросла и практически достигла целевого порога. В частности, индекс потребительских цен базовой на какой отметке сейчас находится? 1,8. Правильно. После того, как этот отчет был опубликован, реакция трейдеров, инвесторов последовала сразу. Доллар, скажем, повезли вверх, рисковые инструменты, напротив, испытали серьезное давление. И на этой неделе мы уже получили еще несколько макроэкономических отчетов американского происхождения. Это заказы на товары длительного пользования, это динамика рынка недвижимости и это уровень потребительской уверенности. Вот эти три важных отчета, они были опубликованы вчера и все отчеты на, скажем, хорошей, позитивной ноте еще раз подчеркнули, что американский мегарегулятор имеет сейчас достаточно оснований для того, чтобы действительно придерживаться прежних ожиданий о повышении ставки в этом году. И вспомним еще комментарий руководителя ФРС Жанет Йеллен, которая также на прошлой неделе, в пятницу, отметила, что американская экономика восстанавливается достаточными темпами, поэтому повышение ставки стоит ожидать до конца 2015 года. Все эти факторы ударили единым фронтом по рисковым инструментам и очень неплохо поддержали позиции американской валюты. Откройте, пожалуйста, графики USD и иена. Мы с вами руководствовались целью 122, но вчерашняя торговая сессия оказалась прям победоносной для доллара, поскольку локальный максимум был зафиксирован в районе 123, даже 30 или, может быть, чуть повыше. В целом, сейчас, правда, идет коррекция, но весьма амбициозные цели уже выполнены, тем более, что вчерашний максимум по паре доллар-японская иена – это максимум ни месяца, ни года, это максимум с 2007 года. И это еще больше должно свидетельствовать о том, что сейчас трейдеры возвращаются в расположение американской валюты и продолжают делать ставку на укрепление этого актива на фоне последних ожиданий. Еще один важный нюанс, который обязательно нужно сделать, так это то, что вот эта серия важных макроэкономических данных была опубликована буквально за несколько дней до отчета по ВВП. Напомню, что этот отчет выйдет в эту пятницу, и уже, в принципе, трейдеры вооружены достаточно неплохой статистикой, чтобы ожидать хорошего показателя, годового показателя по ВВП. Еще раз напомню вам последние комментарии представителей ФРС о том, что слабость первого квартала могла быть связана с сезонными факторами, и последующие периоды, последующие, вторая, третья, четвертая четверти 2015 года будут уже куда лучше. В эту пятницу ждем отчет, думаю, что он хороший, в этом случае продолжаем делать еще большую ставку на укрепление американского доллара. Текущая актуальная котировка, ребят, USD иена, на каком уровне? 123.05, уже снова набирает. Давайте поставим как косочную цель 123.50. Что касается евро-доллара, также актуальная сейчас котировка на текущий момент. 1.09.06. Здесь можно руководствоваться более такими серьезными медвежьими ожиданиями. И в качестве следующего ориентира предлагаю вам обозначить уровень 1.08. До него, как с учетом текущей актуальной цены, остается около 105 пунктов. Также хорошая цель. Хочу обратить ваше внимание еще на пару USDCAD. Очень интересный тандем валютных активов. В последнее время мы рекомендовали покупать эту пару с уровня 1.2. Сейчас она торгуется уже в районе 1.24. Знаю, что многие слушатели нашего канала присоединились к этой идее. Надеюсь, что позиции еще держатся. Тем более, что мы также еще не давали сигнал о том, что из нее стоит выходить. Сегодня из важных макроэкономических данных стоит отметить, пожалуй, только ставку в Канаде в 17.00 по московскому времени. На прежнем уровне ставка держится 0.75. По прогнозам, если посмотрим, также ожидается, что изменений не произойдет. Но опять же, мы с вами уже констатировали факт того, точнее мы констатировали его после комментариев со стороны руководителя Банка Канады Полоза о том, что снижение цен на нефть оказывает негативный эффект на канадскую экономику. И прошлое снижение даже еще не до конца дисконтировано в национальном валютном активе и в принципе в темпах экономического роста. Поэтому последние оценки предполагают, что, скорее всего, стоит ожидать снижения ВВП, падения потребительского спроса, промышленного сектора. И, разумеется, на фоне подобных рисков возникают вопросы о актуальности и, может быть, даже необходимости новых мер экономического стимулирования. Может быть, речь пойдет о снижении процентной ставки. Правда, это произойдет, разумеется, не на этом заседании. Может быть, стоит подождать еще этого решения, может быть, 2-3 месяца, это точно. Но в целом, слабость, объективная слабость канадской экономики и последняя коррекционная динамика нефти позволяют нам вкупе с усилением позиции доллара продолжать делать ставку на восходящее движение этой валютной пары. И ближайшая цель по USD-каду, предлагаю вам также ее запомнить, это 1.25. До нее сколько остается еще? Около 100 пунктов примерно. Ясно? 1.25 USD-кад. Собственно, на этом все, вопросы есть. Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok